Курс советского рубля Госбанка СССР к однофамильцу фантику ЦБ России составляет 139,2. Это что значит, что коммерческие цены на все продукты, включая так называемые госуслуги, на территории СССР 139,2 раза выше, чем на международном рынке? Это и есть главный механизм ограбления населения России и других республик СССР. Тогда у меня пенсия была 120 и за квартиру червонец, а сейчас пенсия 11 и за квартиру 8. Есть разница. Российская Федерация в лице Ельцина объявила себя правоприемником СССР. Но захватить власть и объявить себя самозванцем просто. А заполучить законные юридические полномочия и право управления территорией активами СССР у колониальной власти не получилось. Так как нет никаких законных юридических оснований на это, нынешние управленцы очень хотят, но не могут распоряжаться активами СССР, которые в настоящее время исчисляются сумасшедшими цифрами. Напомним, что по сути СССР принадлежит 85% всех мировых денег. Это те богатства, которые накопили множественные поколения наших предков. Финансовые проводки, существующие со времен СССР, никто законодательно не отменил. Поэтому посредством международных переводов до сих пор деньги СССР выделяются для обеспечения жизнедеятельности советских граждан. Выделяются деньги на ЖКХ, медицину, образование, транспорт, отдых и т.д. Социальный продуктовый набор на каждого гражданина СССР в рублевом эквиваленте из расчета 44 советских рубля в ценах 90-го года – это порядка 120 тысяч в билетах Банка России. Советские пенсии в размере от 44 до 144 советских рублей с учетом рабочего стажа и заслуг перед государством советским пенсионерам. В пересчете на билеты РФ это будет от 120 до 400 тысяч рублей в месяц на каждого пенсионера. Но до этих самых граждан они сейчас не доходят по причине глобального воровства этих средств. Через частные компании, зарегистрированные за рубежом, потоки этих денег разворачиваются в карманы новоришей. А нас, простой народ, банально обманули, скрыв от нас эти деньги. Нас заставляют из собственных карманов по сути второй раз платить за все эти услуги. В финансовом мире применяются понятия активов и авуаров. Авуары – это в широком смысле активы, денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы, которыми производят платежи и погашают обязательства. Активы – это собственность предприятия, имущественное и неимущественное, которое оно распоряжается в ходе осуществления своей деятельности для получения прибыли. Еще пример. Активы авуара СССР, размещенные на счету под эгидой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, составляют, по некоторым сведениям, 9 на 10 в 56 степени долларов, или 5 миллионов метрических тонн золота. И размещены они были под 4% в год с 1 января 1966 года. Кому не лень, подсчитайте, сколько с тех пор наросло бакетон.